И вы видите, что у меня открылась новая страница, и на ней выводится видеоплеер с первым видеоуроком. Для того, чтобы приступить к изучению, нужно нажать на вот эту вот кнопочку, и видеоурок начнет проигрываться. Если у вас интернет медленный, то я вам рекомендую нажать паузу и немножко подождать. Вы видите, что здесь такая серая полоска, и она потихонечку ползет. Это значит, что видео подгружается на ваш компьютер, и вы можете подождать, пока она доползет до самого конца. То есть это будет значить, что видеоурок полностью загружен на ваш компьютер, и вы можете нажать play и уже приступить к изучению. Далее здесь есть регулятор громкости, вы можете уменьшать и увеличивать громкость. Есть временная шкала, то есть здесь показывается, сколько урок длится и текущее время. Далее есть еще две кнопки, достаточно интересные. Первая кнопка нам позволяет раскрыть урок на весь экран. Нажимаю ее, и вот вы видите, что у меня видео было раскрыто на весь экран. Видишь? Это устройство, без которого... Так, я отключу звук. И еще одна кнопочка позволяет нам изменять качество изображения. Давайте я переключусь куда-нибудь чуть подальше на видеоуроке, там, где будет это действительно заметно. И вот смотрите, например, если у вас видео подгрузилось в качестве 360, вы видите, как достаточно все размазано на экране. Если же я сейчас включу качество 720 HD, посмотрите, какая разница. То есть уже видео воспроизводится в намного более лучшем качестве. Но, соответственно, и данное видео занимает несколько больше места, и время подкачивания видео может несколько увеличиться. Для того, чтобы вернуться обратно к нормальному режиму, нужно нажать снова вот эту вот кнопочку, и видеоплеер повернется в свой первоначальный размер, и видеоурок начнет проигрываться. Субтитры написал.